Новая Москва это территория будущего. Мы поговорим про развитие метро, как его сделать максимально эффективным. Давайте разберем, что у нас есть на данный момент. Начинаем с Солнцевской линии. Строится Пыхтино и станция Внуково. Это будет максимально удобно для поездок в аэропорт. На данном перегоне будет метромост, который будет проходить через живописный пруд и полянку. И какого-то хрена его закрыли профнастилом. Это знаете, когда МЦК открывали и забором закрыли вид на Измайловский Кремль. Просто вот облицовку снять и будет лучше. Потапово с Сокольческой линией. Идет строительство наземных сооружений, а также электродепо Столбова. Вод в эксплуатацию станции и депо запланирован на 2024 год. Троицкая линия уже практически построена до Кумынарки. Ее открытие запланировано также на 2024 год. Второй участок до Троицка с шестью станциями составит еще 14,5 километров. Его открытие запланировано на 2025-2026 годы. Линия будет все-таки подземной. Станция Сосинки будет на пересечении Калужского шоссе и улицы Литовского ополчения. Возле станции Летова в полях планируют строить жилой комплекс. Для депо, к сожалению, придется врубать лес. Следующая Десна будет на пересечении Калужского шоссе и шоссе Ракитки. Станция Яворки или Десеновская название выберут на активном гражданине. Будет располагаться возле ЖК Новые Ватутинки. А сами Ватутинки будут возле ЖК Ватутинки парк. Ну и последняя Троицк, соответственно, в самом Троицке. Но есть одно НО. Дело в том, что расстояние некоторых перегонов достигает 3 километра, а это уже довольно длинный перегон. Соответственно, нужны еще станции. Между проектируемой Десна и Десеновская нужно построить еще одну станцию, так как рядом пустое поле и по-любому его застроят. Даже было бы классно эту станцию сделать наземной, чтобы построить метромост с видом на реку. И между Десеновской и Ватутинки тоже необходима станция. А далее все оставить как есть. А если у вас сейчас стоит вопрос о покупке недвижимости или инвестиции в недвижимость, то рекомендую канал Виктора Зубика «Смарренд». Виктор ведет свой авторский блог, рассказывает об инвестициях в недвижимость, про личные кейсы, некоторые секреты, а также где вы можете потерять деньги, если купите очередную квартиру от застройщика. Виктор рассказывает про свой опыт и каждое воскресенье в 9 часов вечера проводит прямые эфиры, разбирает кейсы и отвечает на вопросы по поводу покупки квартиры. И он делает авторские обзоры новостроя, которые, по его мнению, необходимы для инвестиций. Хороший канал для тех, кто ищет или планирует купить недвижимость для инвестиций, а также иметь пассивный доход с помощью сдачи в аренду. Подписывайтесь. Продление Сокольнической линии до Бутовской линии с пересадкой на нее не считая нужным, так как будет дополнительная нагрузка на станцию улицы Горчакова. Она не рассчитана на такой пассажиропоток. Продление Бутовской линии тоже чревато. Короткая составность поездов не сможет вывести столько людей. Дальше. Продление Бирюлевской линии не считая нужным, она будет дублировать МЦД-2. Но на этот счет у меня есть другие предложения. По поводу МЦД-2. Строительство платформы Южная Битца. Это первая платформа в Подмосковье, которая будет построена за счет инвестора. И будет удобно жителям Северного Бутова добираться до нее. Возвращаемся к Сокольнической линии. Продление ее в Новую Москву уже невозможно, так как это видно на карте. На других каналах ходит идея об отделении участка Филатов-Луг-Потапова в отдельную линию, Южную. А Сокольническую линию уже продлить по прямой в сторону района Московский. Начинаем. Перегон Саларио-Филатов-Луг составляет 2,850 км. Очень много. На нем необходимо добавить станцию карт Мазова, так что все равно все рядом застроится. Рядом с действующей станцией построить вторую Филатов-Луг и сделать наземный переход на новую линию. Пути двух линий как раз можно соединить и сделать как соединительная ветвь. Почему Южную линию нет смысла продлевать до Солнцевской? Да потому что большинство людей едет в центр Москвы. И этот отрезок вряд ли будет востребован, так как уже есть БКЛ. Далее Сокольническая линия пойдет до района Московский. На данный момент с этого района до Филатова-Луга ходят автобусы 189 и 876, а также через лес идет велодорожка. Для Московской есть свободный задел под Котлован. Надеюсь, его не будут застраивать. И Новомосковская пройдет по территории биолаборатории научно-исследовательского института. Далее Валуево и Староселье. Рядом уже, кстати, строятся ЖК Цветочные поляны. Охренеть, сколько уже все застроили-то, а? Сколько же, откуда люди берутся? Две станции Радуга и Кончеево закончат эту линию. Перемещаемся ближе к Подольску. Самое интересное, что если тянуть Бирюлевскую линию на юг, то она рано или поздно упрется в Подмосковье. Ну, если, конечно, эту территорию не присоединить к Москве, то да. Но Бирюлевская линия очень петляет. И жителям Новой Москвы будет очень долго добираться до центра. Да, кстати, а почему нельзя метро продлить в Подмосковье? Да все просто, потому что Москва не будет финансировать строительство метро в Подмосковье. Это как эти байки с продлением метро в Мытище. Вместо Бирюлевской линии я предлагаю построить новую. Сейчас покажу, как она пройдет. Мы перемещаемся к станции Тульская. Сейчас все поймете. Отсюда она и пойдет. Будет пересечение на МЦК Крымская. Следующая будет находиться в районе Котловка. Так ее и назовем. Затем пересадка на БКЛ Зюзина. Данная линия разгрузит Калужско-Рижскую и Серепуховско-Тимирязевскую. Линия пройдет через Ясенево, через Бачурино с пересадкой на южную линию. Следующая станция обеспечит доступность ЖК Будинские луга. И уже пойдет дальше. Она практически прямая, нигде не петляет. Пассажирам Новой Москвы будет быстро и удобно доехать до центра города. Вносите ваши пожелания в вышесказанное и сделаем наш транспорт лучше.